МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие иностранные фирмы с успехом рекламируют изделия из русского меха. Советские бренды – космос, балет, пушнина. И в 80-е годы 20-го века, как и в раннем средневековье, русский мех – лучший в Европе. Во времена императоров Петербург диктовал моду на палантины и шубки Парижу, Нью-Йорку, Лондон. В советском Ленинграде ежегодно проходит международный пушной аукцион, куда съезжаются покупатели со всего света. Русский мех – вечная ценность, сближающая имперскую Россию с СССР. Ленинград – город северный, сдержанный, потаенный. Скука, холод и гранит. Его жителям несвойственны неаполитанские страсти. Однако в нашей истории страсти кипели нешуточные. И все из-за чего? Из-за экзотического предмета, из-за мешка норковых шкурок, которыми, кстати, никто так и не воспользовался. В советские времена большая часть российского меха уходит за границу. Что касается простых граждан, эта роскошь доступна очень немногим. Мех в советской стране не просто дорогой товар. Это дефицит, и в магазин на продажу он поступает редко. Мужу на день рождения купить шапку пыжиковую, которую можно было от кого-то перекупить, мех – это тоже, да, это было большое счастье. Меха тоже было, как на все госмонополии, это был дефицит, и серьезный дефицит. Было очень много подпойных скорняков. Вот так могло уходить, да, что-то шили подпольно, что-то дома. Все, что можно было, изредка мелькало где-то. То есть это пускалось в торговую сеть, но в городах разбиралось мгновенно, и, как всегда, из-под полы, где-то в сельпо можно было купить какие-то норковые воротники, скажем. И из них сшить шапку. Меховые изделия – признак богатства, которое в Советском Союзе могут себе позволить только очень состоятельные люди, ведущие роскошную по советским понятиям жизнь. Но роскошно живут даже сами пушные звери, которые выращиваются в зверосовхозах. И когда люди не могли колбасы купить, кроме как в Ленинграде, Москве и Киеве, зверям на зверофермы привозилось отпорное мясо, творог, нагон самцам норковым, коньяк по 20 грамм на нос выписывали и так далее. И многие вещи такие. То есть звери питались очень хорошо. А вот живущая в начале 80-х в городе Ленинграде семья Саловых питается много хуже. Картошка да каша. После смерти мужа Анна Абакаровна Салова одна воспитывает десятерых детей. Советская страна наградила ее медалями материнской славы трех степеней и орденом мать-героиня. Они печатали хвалебные статьи в газетах. Государство дало ей четырехкомнатную квартиру на Владимирском проспекте. Только вот кормить детей не на что. Младшие донашивали одежду старших, обувь, хотели игрушки, у них не было своих игрушек, или были старые ломанные. Хотели что-то другое для своих развлечений, досудок, денег не было. Молодым в 80-х нелегко. А ребятам из многодетной семьи Саловых труднее других. Самый закономерный для них путь – идти в профессиональное техническое училище – ПТУ. В те годы нерадивых школьников стращали. Будешь плохо учиться – в ПТУ пойдешь. Меня выгнали из нескольких ПТУ, и постепенно я докатился до одного из самых плохих ПТУ. Там учили на… я не знаю на кого еще, но одна из профессий был водитель электрокара, которая была очень смешная, ну такая желтенькая машинка, и ты так будешь на ней ездить. Поэтому там… но тех, кого уже вообще никуда не брали, они шли туда, потому что следующей фазой была тюрьма, а тут хотя бы машина. В школе, где учатся младшие дети Анны Абакаровны, у матери героини скверная репутация. Учителя упрекают ее, что не следит за детьми, не может обеспечить их едой и одеждой. О том, откуда у нее, сторожа с мизерной зарплатой, возьмутся необходимые деньги и время, учителя предпочитают не думать. Они не замечают, что в этой семье много читают, никто не пьет, наркотиками не балуются. А в 1982 году у Саловых появляется новое увлечение. На их квартире организован первый в городе клуб индейцев – Алькатрас. Алькатрас – это название тюрьмы, где сидели арестованные индейцы после событий в Датни 79-го, по-моему, года. В прессе я об этом писала, если не ошибаюсь, не в 19-го года. И в поддержку вот этих арестованных индейцев мы стали называть свой клуб Алькатрас. Зимой индейцы собираются у Саловых, а летом выезжают на природу. Летние игры называются «Пау-Вау». Анна Абакаровна всячески привечает индейцев. Она надеется, что индейские забавы уберегут ее детей от вредного влияния улицы. Мы же играли в индейцев, все это происходило очень по-индейски. Тотемный столб был в центре лагеря. И все называли друга братьями и сестрами, как это в фильмах. И, в общем, действительно так ощущали друг по отношению к другу. Почти не спали, все время разговаривали, сидели у костров, кто-то играл на гитаре. Игры в индейцев – занятие недорогое, как раз для Саловых. О том, что в мире существует такая вещь, как меха, меховые изделия, они знают только из книжек. А когда на улице встречают модницу в шубке, не завидуют, просто не замечают. Семья Саловых живет впроглоть. И встретиться с роскошной норкой может разве что в силу стечения каких-то невероятных обстоятельств. Но это произошло на их несчастье. И все потому, что 19-летний Ваня Салов очень любил музыку. Иван Салов, 1962 года рождения. Окончил училище по специальности повара. Осенью должен идти в армию. Сейчас пока работаю на Варшавском вокзале в ресторане. В шестом классе я был, состоял на учете в детской комнате милиции. Я вытащил деньги у пьяной продавщицы. По легкомыслим. Что еще? На гитаре занимался несколько лет. В абонемент хожу, ходил в филармонию. Он очень хотел иметь радиоаппаратуру. У него была такая мечта. Он увлекался музыкой. Я так как-то помню, даже то ли занимался музыкой. Или что-то где-то был близок к музыке. И поэтому он подрабатывал даже. Работал и подрабатывал, чтобы купить. Разделение, конечно, людей и молодежи шло по музыке. То есть те, кто этим не увлекался, это были люди, которые вообще, в общем-то, и не понимают, зачем они живут. То есть магнитофон в начале 80-х, это была очень, это очень была серьезная вещь. Я болел, я помню, у меня там были какие-то деки кассетные. Тик 9000, саундмастер, такой толщины дека кассетная. Ходили делегации смотреть. О, ты видал, такой чувак. Это была моя мечта. У нас дома был старый магнитофон. Очень старый. Он почти не работал. И я очень хотел себе магнитофон. Я даже для этого старого магнитофона сделал сам колонки. Нашел их на этом заме. На помойке нашел. В 1982 году дела в семье Саловых идут совсем неважно. Из армии возвращаются старшие братья Сергей и Вячеслав. Но им никак не устроиться на работу. Со славой беда. Все время болит плечо и трудно двигать рукой. За квартиру целый год не плачено. Ни о каком магнитофоне им мечтать не приходится. Иван находит себе вторую работу. Идет разносить почту по утрам. Платит ему гроши, рублей 30, но выбирать не приходится. Он встает на заре, идет за почтовой сумкой, набитой газетами, журналами, письмами и бегом по парадным. В этом ему помогает самый младший брат Миша. Это было до школы, естественно. Это было вообще рано, утром, 5 утра, может быть. Я сейчас уже плохо помню. Но, в общем, это был такой, так называемый, утренний обход. Потому что был еще дневной. Или там, вот там уже работали профессиональные, почтальоны. На утреннем тоже работали профессиональные. Но было и много людей, тех, которые, вот как я, например. То есть были какие-то подростки. Всего в двух кварталах от Ваниного дома, на бойком месте у Пятиуглов, есть магазин радиотоваров. Ваня часто останавливается перед витриной и долго разглядывает новенькие магнитофоны и усилители. Магнитофон его мечты стоит рублей 200. Чтобы накопить столько денег, Ване надо работать на почте больше полугода. А хочется, конечно, быстрее. Ведь, в конце концов, на то он и индеец, чтобы добыть себе трофей. В ночь на 23 мая, субботы на воскресенье, мы с моим младшим братом Антоном залезли с обратной стороны магазина радиотоваров Валерий Курас. то мы обнаружили, что мы попали не в магазин радиотоваров, а в пошивочное ателье. Братья обескуражены, но решают, раз залезли, надо брать что есть. Берут деньги, тысячу рублей с небольшим, немного норковых воротников, для смеху. Не брезгуют и кипятильником, старым будильником да кульком конфет «Крымское яблоко». Прячут все на чердаке у себя дома. По факту ограбления ателье возбуждено уголовное дело, но следов грабителей милиции обнаружить не удается. Мне все равно хотелось достать этот магнитофон, поэтому на следующий день я с младшим братом Мишей снова сломал окно подсобки и залез в радиомагазин. Антон отказался со мной идти на отрез. Мы украли портативный телевизор, радиоприемники, магнитофоны, усилители. Тайком притащили краденое домой. Стали включать, и тут выясняется, вся вожделенная техника бракованная. Магнитофоны не тянут пленку, телевизор сгорел при первом же включении. Видно, ребята забрались в комнату, где хранился сданный в магазин брак. Когда я с Сергеем увидел магнитофон, да я сразу все понял, что он ворованный. Да потом еще Верка, сестра наша, старшая, в ванной в дымоходе деньги нашла, а Антон говорит, типа наверху что-то валяется. Ну, мы полезли, понятно, что нашли меха. Ну, я все взял и перепрятал. Протер отпечатки и позвонил в милицию. Когда старшие братья Сергей и Вячеслав позвонили правоохранительным и сказали, где лежит похищенное, те даже не пошевелились. Звонок-то был анонимный, очевидно, решили, кто-то шутит. Дежурный наотрез отказывается разговаривать с тем, кто не хочет сообщать свои паспортные данные. А когда Сергей позвонил в милицию третий раз, ему пообещали, вычислим и привлечем к ответственности за хулиганство. Через две недели я решил еще раз повторить кражу, еще раз попытаться залезть в радиомагазин, чтобы все-таки наконец-то получить магнитофон, ради которого я все это и затеял. Они в подвале проделали отверстия, ну, в ночное время это было, и в это отверстие пролезли. Сама по себе была эта операция задумана очень неплохо, но и, как выяснилось, осуществлена тоже достаточно квалифицирована. Накануне мы как раз привезли целую машину всякого товара, там были и ткани, там были и меха. Меха, естественно, были в мешках. Вот, и я привезла это все, сдала, естественно, по накладной старшему кладовщику. Когда Ваня влез наверх, он оказался не в радиомагазине, а на складе все того же ателье, где он уже успел побывать. Ваня очень раздосадован. Сгоряча он забирает товара раз в 10 больше, чем в первый раз, около 300 шкурок, и снова прячет добычу на чердаке. На утро, когда я пришла на склад, было уже довольно шумно. Все были в шоке, потому что все смотрели на это отверстие в полу. Никак не могли понять, как это все произошло. Вытащили меха, и по краям вот этой вот дырки были меховые ворсинки. Также вытащили ткани белого цвета, типа бязи. Вот, и мы тоже как-то удивлялись, зачем они, в общем-то, эта ткань не представляла из себя ничего. Для Вани что бязь, что мех – разница небольшая. И то, и другое – боевой трофей, память о приключении. За два раза он унес из ателье три сотни воротников. Тут и норка, и чернобурка, и бобер, и песец. Ивана вся эта история кажется лихой индейской забавой. Он не понимает, что по закону его игры с мехами являются серьезным преступлением. Дотошные исследователи потом подсчитают, что в результате трех ограблений он нанес государству ущерб на сумму 42 957 рублей 98 копеек. Квалификация, которая давалась, юридическая квалификация, это статья 93 прим. Это хищение государственной имущества в особо крупных размерах. Там минимальный срок наказания 8 лет был. Минимальный. От 8 и выше. Даже по этой статье существовала раньше смертная казнь, как исключительная мера наказания. Прилетит Сергея Щевелева, знаменитого 93 прим. Там был расстрел. А расстрел был захищением в особо крупных размерах. А особо крупные размеры начинали с 10 тысяч рублей. В общем, не совсем гигантские деньги. Сергей и Вячеслав случайно увидели, как их младшие братья играют с ярлыками каких-то товаров. Они понимают, снова произошла кража. Обыскивают весь дом и на чердаке находят злополучный мешок с меховыми воротниками. В милицию звонить бесполезно, выбросить жалко. Они прячут товар так, чтобы никто никогда не нашел. А Ивану снова говорят, мы все отдали в милицию. Купили Ване магнитофон, чтобы не воровал больше. И решили отправить их с Мишей и Антоном в Дагестан к деду. Да уже и не важно было, куда, лишь бы подальше из Ленинграда, пока эта вся история с кражей не уляжется. Следствие по факту кражи мехов заходит в тупик. Усиленно проверяют работников склада и ателье, но зацепиться не за что. Торг волнуется. Вопрос обсуждается даже на бюро горкома. Для ленинградской милиции все это оборачивается скандалом. За нераскрытые дела милиционеров отчитывают очень строго. Партия хотела от милиции прежде всего красивой картин, чтобы преступность постоянно снижалась. Чтобы постоянно снижалась преступность. Раскрываемость в нормальных европейских странах в 40, 42, 45, вот на таком уровне. А у нас требовало 95. Поэтому надо было скрывать от регистрации все то, что нельзя было раскрыть. Милиционерам только что лень было ехать по телефонному звонку Саловых-старших забрать украденное, а теперь они усердно ищут шкурки, проверяют места сбыта, шерстят агентуру. Все напрасно. Меха замурованы на чердаке у Саловых, но кто ж догадается. Шкурки лежали бы там, пока Молих не съела. Но судьба распоряжается иначе. Интересно. Наполнена жизнь пионерских отрядов. У мальчишек и девчонок много новых, ярких впечатлений. Мы здесь как родные, Девятые ночи! В июне Анна Абакаровна устраивается работать в пионерлагерь «Рассвет», расположенный в загородном поселке Рощино, и увозит туда свое семейство. Младшие там подкормятся, а старшие подработают. Мать считает, что замечательно устроила своих детей, и не подозревает, что поселок Рощино, в котором находится пионерлагерь, очень непростая территория. В экономике есть понятие – рента по плодородию. Например, жители местечка Коньяк во Франции жируют из-за того, что только из их винограда можно делать всемирно известный напиток. Так и жители поселка Рощино получают свою ренту по плодородию. Смотрите. Это Ленинград. Это граница с Финляндией. Длинная трасса Выборг-Ленинград. А здесь поселок Рощино. Каждые выходные по этой трассе едут сотни автобусов с финскими туристами. Рай для фарцовщиков. Они скупают у финнов одежду, товариши и потреба и делают на этом очень хорошие деньги. Я вполне себе мог и себя одеть, и девушку, за которой тогда ухаживал, путем фарцовки. Это жуткое слово означает, что я менял кроличьи ушанки иностранным туристам, или флаги, которые на 9 мая, на 7 ноября увешивали флаги. То есть снимаешь флаги со всей улицы и полгода можешь менять их на кроссовки Рибок или Найк. И будешь самым модным парнем. На галереях гостиного двора, я прекрасно это помню, можно было это либо перекупить, либо найти фарцовщиков, которые торговали аналогичным ассортиментом. Я помню, в студенческие годы, каюсь, наверное, это с точки зрения уголовного кодекса, это было нарушение закона, но когда мне нужны были хорошие французские духи или джинсы, я ходила на эту галерею, по глазам определяла, где фарцуют ребята, кто уже некоторых знала в лицо, потому что это было опасно, и покупала вот эти джинсы. Фарцовкой занимаются лихие ребята, которые живут по собственным и межустановленным правилам. Очень часто правила эти не совпадают с понятиями общественной морали. Фарцовка неотделима от воровства. Столичьи и ушанки тоже не продавались в магазине. То есть нужно было на станции метро-гостиный двор, когда там в час пик встать перед входом в вагон метро, когда все туда натрамбуются, ты делаешь вид, что тебе уже не влезет, дожидаешься объявления, что осторожно, дверь закрывается, снимаешь ушанку с человека, который стоит ближе к тебе, дверь закрывается, поезд уезжает. Так, в принципе, за полчаса можно было набрать 5-6 ушанок. Главное, чтобы они были более-менее новые. Моднейший глагол начала 80-х крутится. Втюхивать импортные шмотки жаждущему потребителю измученному дефицитом. Продавать, перепродавать, наконец взять, что плохо лежит. За день на трассе фарцовщик мог заработать в два раза больше, чем советский инженер за месяц. Но легкие деньги и тратятся легко. Например, их можно проиграть в карты. Рядом с Рощино живет Костя Бурнов. Сека для него. Все. Он мечтает о крупном выигрыше, но чаще проигрывает. Он в долгах. Все больше и больше ему приходится занимать деньги. Бурнов Константин родился в 1954 году. Мать учительница, отец мастер по производству. Учился в электротехническом институте на четвертом курсе отчислил. С 78-го по 81-го работал инженером во ВНИИ электроизмерительных приборов. Уволился. Достаточно подтянутый, очень симпатичный парень, всегда носивший бейсболку, всегда ходивший в таких модных, ярких майках. Очень живой, очень контактный, коммуникабельный, вообще интересный собеседник. Хитроватый. Хитроватый. Но в то же время и в нем как-то вот такие заискивающие моменты. Трусость, по-моему, это присутствовало, не знаю, в связи с тем, что, может быть, что он уже вот был должен многим людям и боялся расправы какой-то. Но у меня такое сложилось мнение, что он такой трусоватый человек сам по себе. Но человек не глупый. Мой сосед, он купил дубленку для жены его приятеля, которая приехала из Афганистана. Она ей не подошла по размеру. Но вот он пришел ко мне и предложил взять мне или перепродать. 500 рублей ему, а все, что сверху, мне. Но я согласился. Однако Бурнов оставил все вырученные деньги у себя. И тогда сосед подает на него заявление в милицию. Участковый Виктор Ваничев вызывает Бурнова к себе. Тот обещает вернуть долг в самое ближайшее время. Но по ходу разговора инспектор обнаруживает, что за Бурновым водятся и другие грехи. Выяснилось, что он давно не работает. Ему было дано официальное предостережение недопустимости паразитического существования. Тогда это была статья 209 Уголовного кодекса, которая предусматривала лишение свободы до одного года. В случае, если в течение месяца после официального предупреждения он не устроится на работу. Еще одно роковое совпадение. В тот самый пионерлагерь, где работают Саловы и устраивается кочегаром Бурнов, чтобы избежать неприятностей с милицией. Там он знакомится с Вячеславом. Денег у Салова-старшего ему, конечно, не занять, но поболтать можно. Бывалый фарцовщик внимательно выслушивает откровения доверчивого честного парня. Оказывается, в лагере Слава завел роман с поварихой, у которой двое детей, и теперь собирается на ней жениться. Бурнов про себя хихикает, но помалкивает. Ему нравится, что Вячеслав, который младше на 7 лет, видит в нем взрослого человека с большим жизненным опытом. Вячеслав рассказал Бурнову о норке и попросил ее продать. Глупый Слава не знает цен на мех. Бурнов тут же соглашается. Где как не врощено, где каждый второй крутится или что-то перепродает, можно найти хорошего покупателя и получить серьезные деньги. И, кстати, отдать все свои долги. По своим каналам я узнал, что шкурки, они стоят 30 тысяч рублей. Слава хотел 2. Я же посоветовался с женой, но мы решили взять. Чего я дал Славе 500 рублей, то он все шкурки привез из Ленинграда ко мне домой. Когда Константин понял, а он это понимал, что меха украдены, и понимая, что они украдены, так сказать, в социалистической организации, в системе государственной розничной торговли, как ее тогда называли, он для себя решил, что это все-таки не такой уж большой грех, тем более, если это даст возможность ему заработать определенные деньги. Ну, я с каратерином-то никогда не имел дела, тем более с мехом. И я предложил рощинскому приятельу, если ему Армену Григорианцу, взять. Я как-то у него денег взял взаимы, ну и не вернул. Поэтому я подумал, что ему будет выгодно на такую сделку согласиться. Вот я ему предложил эти шкурки, и он сказал, что у него денег нет, но может за определенный процент там кому-нибудь перепродать. На самом деле, я понятия не имел, как продать эту норку. Решил посоветоваться с Мариком Меллером. Он работал в рощине пожарном. Он стечет в этом деле. Григорианц предложил мне купить шкурки оптом, отвезти их в Грозное и перепродать с обедой. Откровенно говоря, я не хотел привозить дорогой и крайний товар. Я подумал, что лучше просто помочь Бурналову продать эту партию здесь за процент. И Григорианц со мной согласился. Поскольку у них там трасса, проходил из Финляндии, они, так сказать, часто вот посещали эти места, встречали автобусы, скупали у иностранцев всякие мелочи или предметы какие-то, приторговывали им и, в общем, имели приличный доход. Рощинские ребята хорошо представляют себе, что такое джинсы и как их продать. Но огромное количество мехов полуфабриката требует покупателей иного рода. Проблема еще и в том, что в Рощине нет человека, готового купить 300 меховых воротников. 300 никто не возьмет. Это тюрьма, стопроцентная тюрьма и на много лет. Все воротники были с госклеймом, если это клеймо отмыть, хотя это усилий, наверное, таких не стоит. Оно чернильное было, там очень, штемпсельная краска, очень в мездру пропитывала, и ты дотрешься до... Рощина, мир пригорода. И, конечно, не все там занимаются фарцовкой. Кто-то сдает дачу, кто-то на своих шестисотках устраивает настоящую латифундию, выращивает не только крыжовник и картошку, но и свиней, молочный скот, даже пушного зверя. Сами выращивают, сами забивают, сами торгуют. И вот из этой среды, из этого кипучего торгового мира, рядом с нашей норкой, появляется новый персонаж, Константин Потаренко, который возит свой товар в Ленинград на кузнечный рынок. Все рынки в Советском Союзе назывались колхозными. Но колхозника за прилавком не встретишь. Фруктами и овощами торгуют или тараватые гости из республик Кавказа и Средней Азии, или нанятые ими деревенские женщины. Пригородные мужчины группируются в мясном отделе. Мясо – серьезный, самый дефицитный в стране продукт. Рынок – мир наличных денег. Зона свободная от кассовых аппаратов. Тут, за мясным прилавком, рабочее место свиновода Панторенко. Его связи часто прямо криминальные. Константин Панторенко, 1945 года рождения. Трижды судим, в первый раз сел, значит, в 19 лет за хулиганку. Сейчас твердо встал на путь исправления. В своем подсобном хозяйстве я выращиваю свиней, а также выхухолей. Участвую, так сказать, в продовольственной программе страны. Рощинские фарцовщики в судорожных поисках, кому бы сбыть мех, обращаются к Панторенко, как к человеку серьезному и при деньгах. Но и тот не желает связываться со злосчастным мехом. Он побывал на зоне и там накрепко усвоил. Статья 93 Прим хищение государственной собственности в особо крупных размерах расстрел. Однако Панторенко вспоминает, что у него есть приятель по рынку Олег Антипов. Мужик тертый, за плечами четыре судимости. Антипов, Олег Якович, 44 года, четырежды судим. Работаю столером в стройуправлении. 18 июля 1982 года в присутствии Грибарианца и Миллера я приобрел партию шкурок у Бурнова и заплатил ему тысячу рублей. А потом еще полторы тысячи Бурнов там должен был одному и он поэтому у него забрал часть шкурок. Но то, что шкуроки ворованы я не знал. Антипов не Четарочинский. Это профессиональный вор-домушник. За свою жизнь он украл множество ценных вещей. А погубила бедолагу роковая норка. О ее перемещении знал уже весь поселок. И в конце концов Жулик оказался в уголовном розыске. Я попытался продать партию шкурок, но это казалось непросто. Моя жена и теща сумели продать только семь штук. Ну и я отдал оставшиеся шкурки человеку по имени Гиви, с которым познакомился на галерее гостиного двора. А он исчез, так мне и не заплатив. Меха путешествовали, могли где-то и зацепиться, остаться, а может быть кто-то и просто скрыл, даже в период следствия мог реализовать эти меха. Что случилось с мехом, следователю выяснить так и не удалось. Зато он в мельчайших подробностях установил тот путь, который прошла норка, прежде чем попасть в руки Контипову. Нищая семья Саловых, рощинский фарцовщик и игрок Костя Бурнов с приятелями, торговый человек Панторенко и наконец уголовник Контипов. Сначала арестовали Рощинских, потом очередь дошла и до Саловых. Когда в сентябре индейцы приехали к своим приятелям на Владимирский проспект, там их уже дала милиция. Мы приехали, позвонили в дверь, как обычно, дверь открыл такой господин в костюме. Еще два человека вышли так из-за углов и практически сломав руки, повели нас в наш клуб, где уже сидело там несколько человек, вот наших товарищей, уже там снимались эти портреты вождей, мы еще кричали, не трогайте наших вождей. Когда милиция пришла арестовывать Саловых, главный виновник всей этой истории Ваня только что вернулся от деда из Дагестана. Он абсолютно уверен, что старшие братья давно уже сдали мешок смехом в милицию, да и вообще похоже о весенних своих подвигах забыл. В Дагестане Ваня провел прекрасное лето. Поработал, познакомился там с девушкой, решил на ней жениться. То есть в момент ареста это уже не тот Ваня, который воровал. Но наказание он получит за прежнего Ваню, настоящего индейца, вместе с другими своими братьями. И первое время я не поняла, что вообще происходит. То есть я подумала, что это что-то связанное с нашей деятельностью, как индейского клуба. Что мы не имели права вот здесь вот так вот проводить седание. Но через какое-то время мне там кто-то уже сказал, и уже было очевидно, что на самом деле арестовывают старших сыновей Анны Абакаровны. И что произошли эти вот ограбления. Рощинских ребят, которые пытались продать норку, Ваня увидел в зале суда впервые. Рощинские обзавелись хорошими адвокатами и всеми силами пытались уйти от ответственности. Они меняли показания и даже на самом суде Бурнов и Григориан уверяли, они ни в чем не виноваты, а следователь заставил их оговорить себя. Они, конечно, так сказать, отрицали и пытались обелить себя каждый. То есть один говорит, что он даже не знал, что это похищено, просто думал, что там продавались. Другой там еще какую-то версию придумал. В общем, как бы они все это делали, но все не осознавали. Вот такая была позиция. У Саловых нет денег на хороших адвокатов, да они не понимают, зачем эти адвокаты им нужны. изворачиваться и пытаться переложить вину на кого-то другого Саловы не собираются. Они, в общем, как-то пытались поддерживать, старшие, младших поддерживали. Нет, я не помню, чтобы они вот так, как бывают по некоторым делам, переводили стрелки друг на друга. Нет, этого не было. Старший, нужно ему отдать должное. старался, конечно, взять всю вину на себя, ну, большую часть вины, старался как-то оградить своих братьев, и это, в общем-то, производило, конечно, нормальное, доброе, человеческое впечатление. Парень, хоть он и сидит на скамье подсудимых, хоть он обвиняется в совершении тяжкого преступления, но, тем не менее, по своим человеческим качествам, ну, ведет себя достойно. Никто из моих близких, никто из моих братьев ничего не знал. А Миша и Антон, они, как бы, только потому, что я их заставил. Учитывалась его роль, естественно, она была самая активная, он принимал участие во всех эпизодах, он был организатором, он первый, так сказать, вот, у него возникла идея, он организовал сам группу из братьев, которые были, то с одним составом, то в другом составе. Все, кто прикоснулись к роковым норкам, получили свой срок. Наказание избежал лишь вор Антипов. Следствие не смогло доказать, что он знал о происхождении товара. А Сергея Салова, который безуспешно пытался убедить милиционеров забрать похищенные из магазина, обвинили в умышленном сокрытии сведений о краже госимущества. Судья оценил этот грех в два года, великодушно ограничившись условным наказанием. Другим подсудимым повезло меньше. Суд приговорил Славу Салова к шести годам заключения. Столько же получил и Бурнов, который взял мех у Славы. 16-летний Антон, который помогал Ивану влезть в магазин, получил четыре года колонии. Четыре года получил свиновод Пантаренко. Не ушли от наказания Грибарьянц, Меллер и еще несколько Рощинских, покрутившихся вокруг Норки. Но самый строгий приговор получил Иван. Этот молодой человек, мечтавший о магнитофоне, был приговорен к 11-ти годам строгого режима с конфискацией. Путешествие Норки, начавшееся в 82-м году у Пяти углов, дает широкую панораму жизни молодежи Ленинграда и окрестности. И еще эта история о том, как советская власть старательно и строго охраняла свое имущество, а о своих гражданах она заботилась куда меньше. Ване Салову достаточно было и условного срока, но тогда захищение социалистической собственности условных сроков практически не давали. Ленинград Он почти в Европе Ленинград Он богат дворцами Ну какие повсюду лопи Чуть оступишься и с концами Чуть оступишься и с концами Купа Пласта Яплак Золоти Шпили Ввысь Устремились Стройно Ленинград Стоит на болоте А по ночам у нас Неспокойно А по ночам у нас Неспокойно На болоте Несыще А на болоте Шумит Осина А вот случайного Пешехода Засазала Опять Трюсина Эй Трюсина